Члены президентского совета, которые на прошлой неделе работали в Забайкалье, наслушались разного. Жалобы, обращения, просьбы о помощи. Но, пожалуй, больше всего московских гостей поразила история жителей Шилки. Люди рассказали, вода, которую они пьют каждый день, не просто вредна, но даже опасна. Понимаю беспокоенность жителей, которые в газете получают информацию о том, что в пробах воды 79% проб не соответствуют санитарно-пределетическим нормам, потому что из-за диаскориды, кишечная палочка и все остальное. Ну, вот в настоящий момент времени, да, разговаривая с главой города, сообщает, ну вот, а что мы можем сделать, там, 34-го года постройки коллектор, который даже нельзя никаким образом подлатать или что-то сделать. Максимум, что можно сделать, все засыпать хлоркой. 55 случаев заболевания кишечной палочкой из-за воды питьевой в нашем современном мире. Ирину Киркору ситуация возмутила. Она публично обратилась к вице-премьеру Алексею Шеметову и просила в кратчайшие сроки принять меры. Впрочем, как нас уже сегодня заверили в Шилкинской администрации, особой срочности вовсе не требуется. Да, у нас были проблемы, да, были кишечные заболевания. Мы говорим о том, что в летнее время это традиционно у нас есть такая по городу. Но после, значит, взятия анализа в летний период, да, мы тут быстренько приняли меры, там, хлорирование, там, дополнительная промывка вот этих аквариумов, которые накопители. И, значит, после всего этого вновь взяли пробу, уже мы в норму вошли по питьевой воде. Мы не считаем это критично, и я не вижу, чтобы вот так вот на горожанах это, ну, совсем где-то отразилось, уж там колокола бить. По словам чиновника, питьевую воду в Шилке хлорируют постоянно, иногда больше, иногда меньше, поэтому реальной угрозы вроде как нет. Другое дело, сточные воду, те, что попадают в Шилку, старый коллектор 34-го года постройки за задачей фильтрации справляется неважно. В результате страдают жители, которые ведут собственное хозяйство и набирают воду в реке. Но чтобы заменить систему очистки в городе, потребуется почти полмиллиарда рублей. Таких денег нет пока ни в муниципальном, ни даже в краевом бюджете.